Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли Поговорим о стыковке миров? Поговорим. Дело в том, что до нас даже термин «стыковка миров» – это наш термин. То есть всегда объективная реальность была непререкаема. То есть любой человек, который посягал на субъективность реальности, выглядел сумасшедшим. Ну, конечно, про варианты субъективного восприятия люди говорили. Это не мы придумали. Но при этом все равно оставались высшие силы, космос, Вселенная, Создатель, Бог. Всегда оставался вы нас. А вот так, что ты до конца полностью создаешь все, и Создатель в себе, и высшие силы в тебе, никогда никто не говорил. Более того, если это предположить, как вы позомнили, что в вас Бог и в вас Создатель, две дуры, да? Но самое главное, что если убрать объективную реальность, тогда что есть? Тогда как строится? Тогда почему мы смотрим одинаковые картинки? И вот здесь возникает термин «стыковка миров». «Стыковка миров» как возможность создания иллюзии объективной реальности. Иначе не будет этой возможности. Иначе не будет реальности, на самом деле. Не будет реальности. Но тогда «стыковка миров» – это стыковка возможностей. Это мир возможностей. Грубо говоря, вот есть фильм огромный, какой-то длинный, с какой-то сюжетной линией, назовем его «Судьба». Ну и упустим из вида то, что эту судьбу мы себе собрали сами на жизнь. Это ж нельзя доказать научно. Значит, это просто бабы бредят. Ну вот есть этот фильм. А как этот фильм изменить? Как поменять сценарий на какой-то другой? Наверное, надо, чтобы были какие-то другие возможности. Но если брать фильм, то это значит, есть где-то разные варианты сюжетов. Такой сюжет, такой, такой, такой. Который можно ставить в одно и то же место в фильме. Вот этот сюжет заменить на этот, а этот заменить на этот, а этот заменить на этот. И можно собрать другой фильм. Но что тогда это за сюжеты? Откуда мы их берем? Вот это возможности. Возможности на изменение вот этого иллюзорного фильма под названием «Судьба». «Судьба», которое еще и написано в определенных состояниях, которые не дают счастья. Да. И при этом на самом деле все люди, все абсолютно люди, можем сказать, земного шарика, это точно такие же все возможности. То есть каждый человек – это как определенная возможность. Определенная возможность. Если брать вот в этом масштабе, то это так. И тогда, смотри, смена личности, да, это смена возможностей. Да. Но когда ты говоришь о том, что каждый человек – это возможность, то сейчас слушающий человек первым делом скажет, что, ну да, миллионер – это возможность. Ну, потому что с него можно что-то пойметь. А бомж – это что, возможность, что ли? Ха-ха-ха. Смотри, с миллионера – поиметь. А бомж – это что, возможность? Там же нечего поиметь. Поиметь. Смотри, тоже ведь как рассматривается. А ведь это не об этом. Да. Хотя бомж – это тоже возможность. Это возможность. это это возможность такой жизни тебя есть выбор пожалуйста можешь выбрать в этой жизни ты пришел совсем набором возможностей да при этом ты шел совсем набором да но этот набор был собран в это тело и это тело несет на самом деле одну твою задачу в которой вот опять скажу парадоксально в которой опять-таки все твои возможности да ты можешь любую из них в этом теле придя сюда так вот бомж это точно такая же возможность но при этом ты можешь благодаря этому бомжу из и сам понять что мне такая жизнь неинтересно и ребенка своему научить что интересно тебе быть вот такой вариант пожалуйста это как кино вот интересно тебе такое кино а вот это тебе интересное кино и возможность научиться чувствовать что надо мне что мне интересно от чего я действительно кайфую правда но это все дают но истинная женщина она все свалит в одну кучу мне интересно это 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 не буду разбираться желательно все сразу да и это все мое и это все мое самое парадоксальное что последнее время я замечаю что все чаще именно так себя ведут мужчины и хотя вот сваливать все в одну кучу это удел женский и даже вот если почитать комментарии которые иногда пишут на ютубе именно мужики все валят в одну кучу и ты так смотришь а возможности это не куча а сюжетик это не куча это конкретный сюжетик остыковка миров это не куча это 2 до эта единичка нолик состыковались идиничка нолекса стыковались плюсик с минусиком соединились и тогда образуется стыковочка когда она образуется и кто ее образу это как она образуется и где в психике она об dietaryiße подойдем кто то придет и образует, да, сделает эту стыковочку. Давайте подождем, ну и ждем. Да, да, да. Или максимум, что можно предположить. Ну вот я сейчас сижу на жопке, а ко мне пристыкуется принц с алыми парусами, да. А нас даже уже к этому подготовили, что должны быть алые паруса обязательно. А, или белый скакон у принца, да. Да, белый конь. На белом коне. Да, а иначе он не пристыкуется. И вот эти вот все парадоксы, они замещают у человека действительно желание двигаться по своему интересу, желание разобраться с самим собой и со своей золотой рыбкой. Иди. А, кстати, вот именно с рыбкой мы будем разбираться на курсе. Помнишь, когда впервые мы пришли к золотой рыбке у человека в психике? Да, был у нас выход на золотую рыбку. И знаешь, через что было, если ты помнишь. Через суть. Через суть. Но смотри, что у нас тогда соединилось? У нас тогда соединилась сказка. Сказка. Казалось бы, да, вот она, пожалуйста, объективная, субъективная реальность, да. Казалось бы, мы через суть вышли, просто прозвучало, да, даже золотая рыбка. Мы вышли на золотую рыбку. И тут же появилась образ сказки, да, соединения. Так вот смотри, в сказках все знания, но только надо их уметь расшифровывать, а не, а не просто использовать. Ну, это сказка. Вот как мы детям говорим. Это все сказки. Давай мы поговорим о реальности. А реальность, как говорят в школах и в институтах, это тяжкий труд. Жизнь прожит не более перетерпеть. Да, да. И жизнь тяжела, и ее надо перетерпеть, к ней надо приспособиться. А сказка – это сказка. Вот и все. Ты знаешь, когда я слышу, когда человек говорит, что жизнь надо перетерпеть, я понимаю, что это у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом. По-любому. Это всегда будет связано. А это значит проблема с мозгом. Это всегда связано. То есть человек не дружит с головой, потому что он не дружит с кишечником. Когда человек не дружит с кишечником, он не дружит с головой. И наоборот. Я понимаю, что сейчас у людей как, не может быть. Да, 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 господа. Это именно об этом. И оно только именно так и будет проявляться. У человека разумного, здорового на голову с кишечником проблем нет. Да. Как только у человека появляются проблемы с кишечником, ищи в мозгах. Вот оно соединение нашей жизни и нашего всего реальности, да, с телом. Да, да, да. Вообще удивительные вещи. И ты знаешь, когда вот смотришь так, как мы смотрим на жизнь, да, то ты видишь всю раскладку целиком. И при этом не возникает даже желания что-то менять. Возникает желание кайфовать и стебаться. Стеба. Да. Да. Стеба возникает желание. Стеба. Потому что ты понимаешь, ты просто видишь это и понимаешь, что, ну, оно вот будет вот так, но ты человеку ничего не скажешь. Ты ему всегда сейчас сказал, он тебя не услышит. Он глух. Так, ты знаешь, вот недавно пыталась... И ты видишь, как он бацан... Это как, извини, это как идет, допустим, человек, да, и перед ним грабли. И ты понимаешь, что он сейчас вот наступит. И ты ему говоришь, ты сейчас наступишь на грабли. А он мимо ушей тысячи наступает. Бумц. Ну, вот это просто знаешь. Так ты знаешь, вот совсем недавно у меня было, когда я человеку говорю раз, говорю два, говорю три, и у меня возникает вот такой образ, что я стою под огромным ветвистым баобабом, да, и ты можешь этому баобабу кричать, ау, баобаб, надо изменить вот это, вот это. Ты слышишь меня? Баобаб, смотри, сейчас случится это. А баобабу, пухрен ландыш, он все равно стоит. И вот у меня все чаще возникает вот этот стебный образ, когда я понимаю, что говорить бессмысленно. Надо, чтобы человек заболел, надо, чтобы он наступил на грабли, надо, чтобы он лишился и потерял, да. Чтобы почувствовал, на самом деле. Чтобы почувствовал. Если он разучился себя чувствовать и стал мертвым, да, мертвый не чувствует только. Не чувствует, да. Тело, когда без сознания, оно не чувствует. Так вот, чтобы оно пришло в себя, чтобы сознание вернулось, что возвращает сознание? Боль. Только через боль. И при этом такую стебну на тему сейчас болезней, на тему боли, на тему всего. Я просто иногда... Только сознания идут именно по образу и подобию телу. Хотя это, наверное, неправильно сказать. Просто сейчас у нас с тобой мы это все видим стыковками, вот как раз таки стыковками миров. И они очевидны. Они очевидны, но смотри, вот вспомни наше детство. Я вспоминаю, как меня мама отвозила там в деревню. И в деревне, например... Ну, я возьму вот один аспект, да, такой горячий сейчас осень, и он очень горячий у людей во многих семьях. Вот я когда была в деревне, там был момент, когда парней провожали в армию. Я была ребенком, и я помню, как бабушка говорила, «Парень не пойдет в армию, это же стыдно». Это стыдно. Ой, не дай бог такой стыд пережить. Это все, это кошмар. И когда провожали в армию, это была такая гордость. Гуляло все село. Реально собиралось все село, проводы, там эти вокально-инструментальные ансамбли приглашали, плясали все, да, частушки пели там все. Вот, это мое детство. Это вот... Праздник. Это был праздник у деревни, потому что провожали парня в армию. А потом был Афганистан. И я помню вот этот момент Афганистана, когда забирали парней в армию, и они очень многие, они повозвращались. И я помню, как матери, фактически для них вот эти проводы в армии, они уже совмещались с поминками. То есть там не было радости, уже ансамбли не приглашали, и там выли уже на этих проводах, да. Это тоже вот как воспоминание осталось. А вот на сегодняшний день, смотри, как изменилось все. Сегодня в армии вообще никто не провожает. И сегодня не то, что не стыдно, да. Вот тогда было на всю деревню стыдно, если твоего сына не забрали в армию. Значит, он какой-то больной. И уже девки на такого не смотрели, да. Сегодня вот молодежь... Общаюсь с молодежью, реально. Вовин друг уехал сейчас жить в США. Вот на прощание он разбирался с армией, потому что его не выпускали из Беларуси. И он говорит, да что там, говорит, я всего лишь три раза в дурке полежал. Я так, стоп, 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 как это? Три раза в дурке полежал? Он говорит, ну вот, просто в дурке полежал. Потом разговариваю еще с одним парнем. А он говорит, да, все просто, говорит, я там где-то там полечился, там то, сё. Я говорю, какой у тебя диагноз поставили? Он говорит, да, ерунда, эпилепсия. Я говорю, как эпилепсия? А он говорит, да я всего три раза в год падаю в обмороке, в приступы. И это нормально. Понимаешь, это нормально, это трындец какой-то. Куда мы катимся? Да, то есть получается, мы теперь в болезнь, то есть болезнь это престижно иметь, чтобы ускользнуть. У молодежи, когда я услышала, что престижно иметь эпилепсию, я охренела. А потом последнее, я просто ржала, Ирка. Вот реально, рекомендуют друг другу молодые хлопцы, один другому рекомендует, говорит, а ты под инурез закоси, что ты сцишься. И тебя комиссуют. Прикинь. Хлопцам 18 лет, что ты сцишься. Это позор! Это позор! И это вообще не стыкуется с моим детством, понимаешь? Вообще никак. То есть, вот этот мир перевернулся, система ценностей убеждений перевернулась на 180 градусов. Вообще. А это о чем? Это о том, что это про деградацию. Но это и про то, что эти парни не хотят играть в чужую игру. Они хотят играть в свое. И по что, это другое искажение. Это искажение. Потому что, что тоже искажение. Да, да, да. Там же тоже. Там тоже коллективное. Да, после войны это герои. Это, знаешь, вот такая идея сейчас. Герои и все мужчины должны служить в армии, потому что это же защитники Родины. Это же ведь тоже из-за голода игра. И там была такая стыковка миров. Да, если есть защитники, значит, есть война. Но об этом никто не думает. И превозносится это. Вот такая стыковка была. А сейчас, смотри, какое. А сейчас хочется пристыковать счастье. Сейчас хочется пристыковать новые технические возможности. Сейчас хочется пристыковать новую игру. А новая игра к старому не стыкуется. И когда она не стыкуется, она начинает ломать. Ломать кого? В первую очередь людей и молодежи. Конечно, через молодых. Через молодых. И это ведет к болезням молодых, а это ведет к деградации. Это ведет к вымиранию. Это ведет к тому, что молодежь уезжает, покидает, бросает и так далее. То есть мы лишаемся возможностей наших, продления нашего рода, продления нас. Мы лишаемся жизни. Мы лишаемся жизни. Молодежь – это жизнь. Да, это наша жизнь. Это все про то, что есть нарушение стыковки миров. Да. Вот оно. Потому что деградационные процессы сегодня мешают правильной стыковке. На самом деле, когда молодежь покидает страну, это если взять по образу и подобию тела, то это когда не старые клетки отшелушиваются. А молодые. Это когда молодые, а это уже рани. Это псориаз и рани. Это псориаз, это как она, болезнь бабочки, да? Генетическая. Это генетическое уже. Это оголение, то есть без кожи, то есть нет иммунитета, нет кожи, все оголение, мясо наверх. То есть все. Это же о чем? О смерти. Да, смерти. Все. Болезни, смерть, разрушение. Когда молодежь покидает. Или когда молодежь гордится болезнями. Да, так вот. Ладно, старики гордятся болезнями, но когда молодежь гордится болезнью, это вообще ни к какому умению не укладывается. Так вот, это же об этом, что клеточки какие-то покидают, а какие-то болеют, то есть раскрывают свои другие возможности, больные возможности. Я хочу заболеть, чтобы не идти куда-то, чтобы спрятаться от чужой игры. И это, кстати, не о силе. Это тоже о слабо. Это тоже о слабости. А не о разуме. Потому что разум это здоровье. Разум это сила. А если выкрутиться, значит нет силы. Ну видишь, тогда мы бы говорили здоровье возможно сегодня через что? Через другую игру. Например, тот же научно-технический процесс. Ну тогда будет контрактная армия и люди, которые обучены работать на хорошей технике, на хорошем оборудовании. Это их место, это их задача. Контрактная армия. Кто-то же ведь, кто-то это нравится, кто-то этим. И тогда контрактная армия, она не будет заниматься тем, не та задача будет стоять перед ним. Тогда везде нужны профессионалы. Видишь? Тогда нигде не нужны дилетанты. Тогда везде нужны профессионалы. И тогда молодежь будет стремиться стать профессионалом. И снова стать профессионалом становится престижно. Конечно. Вот оно. Убрали ложь, и тут же возникает прямая задача. И тогда молодежь будет, я хочу быть профессионалом тут, я хочу быть профессионалом тут, и новая возможность. Вот она, новая стыковка миров. И это всего лишь небольшое изменение. Да. Но это изменение из разума. Это разумная жизнь. Разумный подход, да. Это разумная жизнь. Это разумная жизнь, да. Которая дает возможности. Да, да, да. Возможности. Тогда не будет вот этого оголения бабочки. Потому что жизнь животного на инстинктах. И на... Это когда на свободе животное. И когда животное домашнее, оно от хозяина зависит. Да. И все, что мы сейчас наблюдаем, это жизнь животного мира. Но не разумная жизнь. Не человеческая. Но это так. Но при этом, понимаешь, мы-то находимся здесь. А здесь-то еще все хорошо. Если посмотреть с этой точки зрения, с точки зрения разумности, даже по сравнению с той же самой Европой. О, это да. Это действительно несравнимые вещи. Они, конечно, парадоксально. Парадоксальные. Парадоксально-парадоксальные на самом деле. Но это так. Я бы тоже сказала, что здесь, именно здесь. Знаешь, как есть что? Еще осталась разумная жизнь. Наверное, так сказать. Это если взять зернышко, и в зернышке есть вот этот вот росточек, он еще спрятан внутри. Все уже там... И вот этот росточек он еще есть. И он может дать жизнь. Да, это правда. У меня просто есть много моментов таких замеченных, когда мы путешествовали там по Европе. И есть моменты, которые не стыкуются в голове. Вот вообще. Но зато они такие степные. Я приведу маленький пример. Вот с одной стороны, как соединить то, что тут вот моют асфальт, а вот заходишь за переулок, там насрано. Вот это не стыкуется, да? Ну, никак не стыкуется. Да, так вот у меня тоже дочка аж приехала из Италии. И она была там, отдыхали, да? И она просто, говорит, это казалось... Там места такие красивые. Там так красиво. Но... Это мы с ней гуляли в парке после ее поездки. И она говорит, но здесь, говорит... Просто по сравнению с Европой, да, с Италией. Говорит, здесь, говорит, хожу, и как будто полы эти... Плитка помыта в парках. Дороги как будто помыты. Просто, вот, говорит, натурально помыты. Потому что там заплеваны, загажены. Чем угодно. Вот. Казалось бы, Европа. А видишь, как... И при этом, вот, ты это выразишь вслух, да? И на тебя... Да. Куча людей, которые внизу потом напишут. А, вы не то говорите, вы не там ездили, вы не то видели и так далее. И там ездили, и там ездили, и там ездили. И видели мы многое. И видели плюсы, и видели минусы. И видели трассы. Мне очень понравилась, кстати, реализация на трассах, когда для животных переходы реализованы. Да, тоже, да. Это, если ехать... Где мы ехали? По Польше мы ехали когда. Где вот эти огромные, такие красивые для перегона животных. А, да. Двойная трасса. Во-первых, двойная фраза. Трасса, во-первых. А во-вторых, там же вспомни, все дороги, они отгорожены от леса. Да, 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 да. Чтобы животные не попали. Вот мне вот это очень понравилось. Потому что у нас даже не везде реализованы переходы для людей, да? Да, а тут для животных. А там для животных такие перегоны сделаны. Именно там под дорогами было вот эти большие проходы для животных. И над дорогой, под дорогой было? Ну, где над дорогой, там уже, да. Но в основном там было как под дорогой, потому что дорога огорожена, но при этом животные могут перемещаться, переходя, да, либо под, либо сверху. Да, не мешая дороге. Не мешая, да, да, да. Вот эти, конечно, моменты были. Это разумно. Разумно сделано. Хозяйственно. Ну, это там просто это очень дорого было сделано. Мы когда проезжали, я увидела, думаю, блин, нам бы такую херню, да. Пока еще нет у нас такого. Будет. Вот. Поэтому все это стыковки миров, это стыковки возможностей. Вот смотри, не было возможностей, не было денег это построить. Да. Будет возможность, будет построена, да. Стыковка миров. А когда будут деньги? Когда здесь будет выгодное экономическое предложение, когда сюда потянется бизнес. А когда сюда потянется бизнес? Когда здесь будет возможность офшора. Тогда здесь. И Google будет сидеть, и все здесь будет сидеть. Они очень быстро меняют регистрации, вот эти крупные компании, EPUM и все остальное. Как только выгодно, потом уже есть. Офшор – это быстрый подъем. Это очень быстрый подъем. И арабские страны это показали. А сейчас вообще время для офшора, время для стыковки возможностей вообще. Время, когда ты можешь врубать любые идеи, любые инициативы, любые движения, не оглядываясь ни на кого. Сейчас самое идеальное время на стыковку вот таких возможностей. Сейчас просто идеальные условия для того, чтобы стартовать действительно в офшор, действительно в развитии бизнеса. И действительно парадокс. За счет снижения налогов, за счет снижения, дать возможность расширения, привлечения других сюда товарищей для регистрации. Потому что это всегда было так. Возможность отмывания денег. Это всегда, да. И тогда появляется ведь тоже, и что появляется, как мы всегда говорим, благодарность. Благодарность. А благодарность – это самый большой доход. Это чистый. Чистый доход. Чистый доход. Но видишь, сегодня даже, вот смотри, ты ведь даже, если вдруг воспользовалась услугами какого-то медцентра, ты ведь даже поблагодарить не можешь. Ты должна оплатить по прейскуранту, все остальное считается взяткой. А ты не можешь даже оставить благодарность. Я удивлена. У меня несколько раз было такое, что я хотела поблагодарить, потому что, ну, ребята хорошо сработали. И, кстати, там не о медицинском центре идет речь, а о госорганах. И это не предусмотрено. Предусмотрено. А это плохо. Должно быть предусмотрено. Потому что иногда ты сталкиваешься с людьми, которые, ну, реально, ты видишь, что они старались, они работали, они сделали все возможное быстро, качественно, пошли навстречу. Они в пределах своих должностных обязанностей работали. Но работали искренне. Но работали искренне, им было интересно. Почему этому человеку не сказать спасибо? Я недавно написала в одном магазине благодарность, так потом меня несколько раз еще благодарили сами продавцы. Что меня очень сильно удивило, потому что, оказывается, люди не хотят благодарить продавцу. А ведь для этого всего лишь надо быть искренним. Да. И не жадным. Не жалеть хорошего слова, но при этом не льстить. Потому что лезть это как раз-таки об обмане и о чем? И о жадности. Конкретно жадность. Хочу все и буду манипулировать. Вот она лезть. Да. А когда ты искренний, вот если на самом деле вот ступить на эту волну искренности, не вот этого я сейчас буду таким хорошим, я искренний. Нет. А вот ступил и от сердца, да. Вот ты видишь, человек сделал, поблагодарил. Человек сделал, поблагодарил. Ты обратился, тебе ответили, тебе дали, тебе сделали и поблагодарил, поблагодарил. И вот просто хотя бы даже на словах, хотя бы. Даже дома, вот это дома надо говорить. Благодарю, спасибо. Это отсюда всегда. Отсюда, с семьи. Все с семьи начинается. И очень быстро начался бы рассвет, расцвет цивилизации, как я говорю, я всегда в крупном масштабе. на самом же деле, люди поменялись бы очень быстро. И смотри, тогда в подсознании в нашем, наша золотая рыбка будет говорить, исполняю, потому что это из благодарности, когда игра завершается, и из кайфа, когда создается новая игра. А новая, она интересная. Она из интереса. Если она из интереса, то тогда наше подсознание тогда счастливое такое, исполняю. Это же кайф, это такой кайф. И тогда, знаешь, степ и кайф, это казалось бы, это аж об одном и том же. Но только кайф, это когда ты кайфуешь, а степ, это когда ты, ну, понимаешь, ну, надо вот это пройти человеку. Ну да. То есть это тоже разница. Но видишь, опять-таки, когда мы с тобой тренировали восприятие создателя, сейчас у нас оно опять переворачивается, уже из тела идет, и мы уже на восприятие создателя смотрим и понимаем, вот в этом вот варианте создатель будет смотреть вот так. Но из тела это смотрится так. Но это все тренировки. Так вот, самое прикольное, что восприятие создателя, когда ты смотришь периодически на человека и понимаешь, ну, вот этот сейчас наступит на грабли. Ну и хорошо. То есть у тебя... А ты просто понимаешь, что ему надо наступить. Ему нужны эти грабли. Ты понимаешь, ну, ступай, вот этот стекл появляется. Давай посмотрим, да, и появляется вот этот стекл, как тебя долбанут эти грабли. Понимаешь? И здесь у тебя же не возникает такой, я спасу тебя от этих граблей. Нет. Да. То есть создатель, он не спасатель и не спаситель. И наблюдатель то же самое. Да. И наблюдатель тебя не будет спасать от грабли. Не будет спасать. Он просто вот он. Ты знаешь, как бамц, ну, и хочется в этот момент сказать, ну что, услышал? Нет, давай еще одни. Давай еще. Дубль два, потом дубль три. И потом в конце говорят, ну что, не дурак ты, а ты тоже повторил. Женщина три раза выходила завтра. Да, да, да. И сколько же можно? Тебе пятый надо раз? Ну, пожалуйста, бум, в полбу. Ну, то же самое. Вернись назад и увидь все свои эти грабли. Где наступал на грабли? Зачем ты на них наступал? Где ты грабли не видел? Возьми на себя ответственность. Да. Ведь это все было очевидно. И везде ты ступал, а не грабли на тебя нападали. Понимаешь, как только ты научишься у человека в глазах видеть отражение себя и осознавать, что это ты сейчас, вот этот танец общения устроил для себя сам, то есть вернешь создателя на свое место, то все игры очень быстро свернутся. Очень быстро. Но люди этого не делают. И даже если предложить такую практику просто знакомому, то он смотрит на тебя, как на дурачка и не понимает, о чем ты говоришь. И тогда как Баобабу кричит Баобаб. Ну и что? Это как иностранный язык. И только ворона кар сверху и говно не сплюхать. Вот что может Баобаб. Кстати, ты когда сказала про ворону, я сразу так, и тишина. И тишина. И борту и скотцами стоят. Орлой и срут. Ой, блин. И пойдем и пойдем в религию сейчас, да? Да. Кстати, сегодня ролик смотрела одного религиозного деятеля. Я даже не удержалась от комментариев. Так там невозможно было не откомментировать, когда человек просто предлагает все забегнуть Вот это Баобаб, который... Вот просто смотрел и понимал. Вот этот человек учит людей, как быстро заболеть и отправиться на кладбище. Вот самый кратчайший путь. Слушай внимательно этого Папа, и ты очень быстро идешь в болезни на кладбище. У тебя нет альтернативы, потому что ты все у себя, это из жадности. У себя это, у себя это, у себя это. И ты правильный, и ты терпишь до конца жизни. Вот уже терпишь, терпишь. И все. И лопнул от говна своего. И, кстати, этот человек как раз-таки именно в жадности очень сильно сидит. Ну, он на деньгах сидит, да. Поэтому вот, когда слушаешь это, кстати, вот сейчас все эти тиктоки, все эти вот возможности очень много выступать на широкую аудиторию, она и дает возможность людям фильтровать информацию. И дает невероятную возможность включить разума. На самом деле проснуться, включить разум. Включить разум. Я хотела сказать тоже, что вот сейчас, сейчас время, когда наблюдатель просыпается. А наблюдатель, когда просыпается, он будет кого? Создателем. Так вот, человек сейчас, слушая периодически вот таких вот товарищей, можно сказать, стоп, что за лапшу мне сейчас груза. Время невероятное. И благодаря чему интернет? Да, интернет. Казалось бы, интернет, то место, куда дети сейчас уходят с головой и теряются, а при этом это невероятная возможность проснуться. проснуться и осознанно пристыковать к себе тот мир, который ты хочешь. Которым хочешь. Но тогда разобраться, а что ты хочешь. А это еще та тема. Это тема сегодняшнего нашего погружения и практику. А здесь эта тема и с тем. Здесь очень... Вот здесь как раз таки надо уметь знать, чего ты хочешь. А это надо уметь чувствовать. А мы же кроме боли ничего не чувствуем. Ой, блин, это точно. Это сто процентов. Казалось бы, да, боль, больно. Мы живем как мазохисты. Мы себе наносим и наносим боль. Да. Вообще, какие невероятные возможности в психике и какие невероятные возможности у нас открываются, когда мы все это осознаем. это все психических способностей человека к созданию. А создание это всегда будет с озарениями и осознаниями. Вот вам человек, который, например, работает над какой-то технической проблемой, не может найти решение. Хлоп через инфодайвинг озарения и осознания. Хлоп нашел решение. Нашел другое, нашел третье. Инфодайвинг именно, знаешь, как орудие, нет, возможность перейти в разумный мир. Я бы так сказала. потому что создатель, создание возможно только при своих собственных действиях. А пока ты спишь и ждешь, что тебе кто-то принесет, кто-то сделает, кто-то даст, еще и требуешь, что тебя должны, то ты спишь глубоко, глубоко и разрушаешься, раздухнешь. На чем задержка выхода из аутизма? Вот можно же выйти за полгода. Реально, почему висят люди по 2-3 года? Насчет ожидания, что кто-то сделает за меня, изменится за меня, почувствует за меня, даст мне вторичные выгоды. Не хочу я сюда двигаться, не хочу я меняться, хочу спать. Не верю я, что я это все сам. Нет, это меня кто-то там покарал, кто-то на меня сделал, кто-то что-то и ожидания, ожидания, что опять-таки кто-то должен забрать у меня эту болезнь, да, и дать здоровье. Обратный сон. Но ведь это про безумие. Да. И тогда, и тогда раскладка стыковки миров, как раскладка общения со своей золотой рыбкой и исполняю изменения в своей жизни осознанно сам. Все я. Но я осознаю, как я стыкую возможности свои для создания того, чего я хочу. И тогда это, знаешь, что напоминает игру в шахматы, где ты сидишь с двух сторон. И ты четко знаешь, как ты будешь играть там и как ты будешь играть там. И вся шахматная партия твоя. И ты сам решаешь, сколько и как ты будешь играть сам с собой. И как быстро ты закончишь партию, либо ты будешь кайфовать от того, что ты двигаешь фигуры и продумываешь и один, и второй ход так, чтобы эта партия была бесконечной и приносила кайф. И при этом огромная благодарность, когда ты все это осознаешь, огромная благодарность всем, всем тем, кто играет с тобой. Всем, кто окружает тебя. Потому что если ты в эту партию играешь один, то тебе в какой-то момент станет скучно и ты уснешь. Потому что бегать с одного места на другое, с одного, это становится неинтересным. А интересно, когда у тебя вот, у тебя есть с кем играть, это такая благодарность, потому что благодаря им ты можешь видеть, учиться или соединять свой мир с его миром. И тогда появляются новые возможности, новые возможности, новые. И тогда идет только развитие, расцвет, а не деградация и умирание. Знаешь, стадия развития человечества, вот что напоминает сейчас. Вот если мы возьмем клеточный уровень, то вот грубо говоря, клетка нашего тела, она знает, что она там живет какое-то время, и она должна умереть. И вот эти клетки соединенные образуют наше тело. И наше сознание управляет этим телом. Но при этом очень многие межклеточные процессы мы не осознаем, не контролируем и не управляем, если только нам недоступно восприятие тела. Из этого восприятия нам доступно управление этим процессом, из других восприятий нет. Так вот, оказывается, чем больше нам доступно по управлению нашим телом, тем шире наша психика, тем шире наше сознание. Так вот, если мы посмотрим шире, вот из восприятия уже тела, то каждое тело есть такая же клеточка большого организма. Большой игры? Большой игры. И пока мы этой игры не осознаем, но уже где-то допускаем, что жизнь есть не только на нашей планете Земля, что есть такие же планеты. Пускай там 300 световых лет, вот первую планету нашли, а по факту на самом деле этих планет миллион и миллиард каждый человек это планета. Да, это следующий уровень игры, и это следующий уровень восприятия, когда ты своим сознанием допускаешь это, допускаешь новые игры и допускаешь создание новых игр. И допускаешь то, что ты можешь играть не только с физического тела, но и там тело инопланетянина будет таким же телом разумным, как и тело твое и так далее. Это уже следующий шаг. Сегодня пока шаг, что мы осознаем наше тело. Но при этом это все проживается только в теле. Только в теле. И ожидание, что ты увидишь настоящего инопланетянина, это опять-таки неразумности. Ты его создаешь. Ты его создаешь из этого тела. Это как из клеточки, если брать сознание из клеточки и смотреть на это все, это как именно из клетки. ты просто знаешь, вернее, не знаешь, а расширяются твои возможности. То есть, даже из одной клеточки создавалось наше тело при плодотворении. Да, да. Это тот же самый процесс. Вот оно. Вот тот же самый процесс. И расширение сознания это процесс. И при этом это все только благодаря телу. Этому телу. И все из тела. А теперь смотри, мы столько подобия сейчас привели, что человек, который будет смотреть половину сказанного, не поймет. Не услышит даже. Если нет парадоксального восприятия. Проскользнет даже, да. Именно парадоксальное восприятие, вот это то уровень развития, когда ты можешь видеть в объеме. В объеме. А это люди говорят про пятимерность, четырехмерность и так далее. Многомерное видение здесь нет. Здесь ты сперва в объеме увидишь. А объемное видение. А для этого надо парадоксальное восприятие, чтобы у тебя было нормой. Чтобы ты сразу видел все процессы и попадут. В одну ниточку. Перед тобой вся картинка. А это объемы ресурса мозга. И это все тренировки, а иначе ты не придешь сюда. И тогда человек будет сразу видеть точно так же объемно, какие миры можно пристыковать как возможно. Для того, чтобы достигнуть цели. Видеть и знать, что мне надо. Да. И достигнуть цели. Чтобы дальше и дальше развиваться, а не деградировать. Да. И играть с самим собой. Это как раз таки. Да, мы все играем сами с собой. Но если ты закрылся, замкнулся от мира, то ты разрушишь этот мир, потому что ты разрушишь себя. Ты не увидишь этот мир. Вот так человек умирая, для него исчезает этот мир. Вот это тело умерло, исчез этот мир. И появляется новый, конечно, новый, но все с нуля. И тогда ждем, когда же придет Спаситель. Да он живет все время в твоем теле, а ты все ждешь и не спасаешь сам себя. Потому что ты отказался от себя. Да. Ну что, завтра стыковка миров. Ух, да. Я сама ловлю кайф, потому что это крутая тема. И кайф еще от того, что мы с тобой очень круто сейчас сидим на теле. И у нас действительно сейчас открываются необычайные возможности именно тела. Да. А если тело, то это о чем? О материализации. Да. Конкретном создании, реальном создании своего не отражения, о своей жизни. Жизнь в теле и тело. Да. Это выход из зеркала на самом деле. Осознанный. Осознанный выход из-за зеркалья и создания. Да. И это так интересно.